всем доброго дня с вами компания печный мир сегодня мы так скажем оказались нашей командировки екатеринбурге по случайности так скажем нас познакомили с виктором виктор с александром и мы оказались в бане в сандунах сандуны урал да да так и вот хотелось бы поговорить мы уже пару заходов сделали в парилку поговорить о самом строительстве потому что виктор с александром как раз эти печи и ставили в этой бане поговорим сегодня про коммерческие банные печи привычная банная печь и коммерческая банная печь принципиально разные устройства самое очевидное различие это размер коммерческой банной печи кроме того коммерческая банная печь это не просто большая мощная каменка при строительстве коммерческой печи используются другие технологии материалы и другие конструктивные решения баня она общественная то есть такого вип да наверно класса так скажем для города это сам до высокого до садуны это московский бренд до хотел бы сразу представить виктор селиван да правильно город челябинск да и александр фамилию сергеев компания печные технологии город екатеринбург поскольку ушло времени так скажем да на проект проекты проектировали же сами ну или вообще чего пошел то есть был же заказ как я понимаю то есть клиент обратился и вы уже начали это все прорабатывать правильно началось из спортирования там проектирую бани и проектирую печь носили корректировку там полтора или два года проектная время на проектной работы там есть брендодержатель которым тоже надо было согласовывать нюанс в общем полтора года москва и сан-дуны урал да да ну да это прошли за то есть в екатеринбурге сейчас краснодаре у вас сибирь и новосибирске новосибирске тоже сан-дуны сибирь тоже в барнауле там тоже как-то называется тоже понятно но и получается два года согласований и потом перешли уже в работу правильно да еще какие-то есть нюансы за ковида в общем три года от начала переговора до строительства прошло три года ну то что ковид еще не мешался стройки немножко заморозили да да это так мне кажется везде было по стране непонятное движение потом все вроде начало устыканиваться все заморили вот а так чистого времени до этого согласованиями проект был полтора года мы построили мы там уже потом естественно быстро да так все спроектируешь и согласуешь тогда и есть проект все согласование все за два месяца без комфортно большим количеством пищевиков количество человек два месяца ушло у нас встретиться три печи ставили нет две печи и две трубы параллельно мы начинали с двух печей и через год мы построили третью а изначально параллельно и даже не 12 там если это только брать каждого печников из всех вместе там взять пособники сварщики это могло 20 человек разум получается приходящие уходящие родители со мной сюда даже взять газовая служба это тоже тоже куча досу но это я не считал очки злодов конечно да это наше строительство ну а по этим скажем по объемам какие можно сказать материалов сколько допустим кирпича закладки то есть по этим цифрам можете сориентировать сколько чего же закладками для того не секрет очень большие печи по меркам но россии даже что как работает она процесс работы то есть это ночью выводит на режим топит куту там она чего нагревается до 800 градусов и хватает температуры на весь день на весь день запасы тепла ночь опять и подогревает закрывается баня открывают шеймера включает газ она опять нагревается на 5 подогревает она отличается от бытовых печей чем что бытовая печь она отрывает полностью когда необходимо человеку попариться он приезжает на комнату температуры с нуля уже с нуля только попарится она потом опять остывает промышленная печень и честно баня на тема отличается что у нее не с нуля топят и и окружающих и оклады недели выводят на режим изначально а потом и просто поддерживаю то есть каждую ночью до грива и она подрастывает и и догревают на днем подостывает и ночью переливают я постоянно в таком режиме а так чтобы полностью холодную вывести на режим неделю а то так за ночь подогрев идет понятно вообще по массиву вот сколько но тонна навешает или общая конструкция есть такие цифры общая конструкция 50 там даже и 60 тонну вагон железнодорожный и получается по площади пола то есть тоже на фундамент какой-то должен удаст насчитывали проектировщики сложно там не фундамент и место но это уже дело проектировщик они участвуют такие нагрузки и мы сказали вот сколько будет весь печени это получается когда печь проектируем уже еще сотрудничаем смешными скажем специалистами например разделка же когда проектируют то есть они от нас получают задание то есть мы например печь ну скажем не спроектировали до конца но мы понимаем их первым строительным понимаем массу мы им даем задание чтобы они вот эта площадь которой где будет стоять печь ее нужно спроектировать так чтобы она не упала потому что вот мы сейчас на втором этаже этаже на 3 мало того что печь стоит на плите на втором этаже перекрытия 1 1 1 лично к на калере на 1 1 2 мощный племянный смеешь подумал там все эти коммуникации там общественная банк чего поэтому даже одно проектирование и дело не простое Я говорю, мало того, что печь нужно предъявить, все со смешниками. Это же еще и вентиляция. Ну, я хотел сказать. Да, то есть это вентиляция. То есть эта печь еще вентилирует воздух в парной. Нужную консистенцию воздуха по влажности, по температуре. То есть это все завязано. Со смешниками все завязано. С вентиляционщиками. Сами климаты бывают, да? Чтобы циркулировала печь, она создает циркуляцию при нагреве? Ну, то есть подсовцы ли это? Опять же, наверное, я сейчас могу ее спутать. Она перегреть чисто из-за кассы. Здесь все прекрасно. И дело вот в чем, что тут можно и устроить и проветривание, и циркуляцию, и убрать это все. Но, скажем, это уже наша компетенция. Да, это компетенция экспортирует. Мы сделали такую печь, построили, которая это все позволяет делать. В режиме, как вы хотите. А уже это искусство парильщика, парместера, издобника. Тут на самом деле куча народу обслуживает эту печь, которая с ней работает потом. Которая ее нагревает, которые делают атмосферу в парилке. Это, ну, скажем, годами. Даже приборы. Там киповец штат есть, который настраивает эту печь. Но она автоматика, кстати. Ну, автоматика, автоматика. Но человеку для вас-то нужно, это компьютер надо настроить. И правильно настроить. Автоматику можно настроить до какого момента? До того, как не сменится погода на улице. Температура, влажность и давление на улице влияет тут же на работу печи. Вот прямо изменение какого-то, ну, это же хотя бы одного из трех показателей, сразу же работа печи изменяется. И человек, который эксплуатирует эту печь, он должен понимать. Что добавить или убавить? Что добавить, что убавить. Это не то, что там добавить газ или убавить газ. Там много чего добавляется и много чего добавляется. Там по показаниям приборов будут регулировать. Да. В зависимости от погоды. Это вообще-то еще целая наука. Или эксплуатация дальней печь. Или эксплуатация зимы, или эксплуатация зимы, или это уже разные-разные. От чего исходили от знаний? Или ездили в Тесанглеры, смотрели, чтобы климат тоже все не слить? Ну, конечно, мы изначально, цель-то была какая-то. То есть именно эта же франшиза. Нужно построить было точно так же, как температура, влажность, управление, все это было, как у них. То есть это, скажем так, их визитная карточка. То есть чтобы человек мог прийти в Москве попариться все равно, и сюда, и не почувствовать, можно сказать, разницу. То есть, ну как бы почувствовать, то есть в лучшую сторону можно почувствовать, но только не в худшую. Вот. И поэтому, да, естественно, мы в тесном, в тесном содействии с ними работали. Они дали полтора года пока проектировали. И строили они на нас контролировали. Каждый шаг, каждый ряд, каждый материал, каждый креплитель. Полный контроль, то есть тут как бы, как сказать, шаг вправо, шаг влево уже может. По их детьми, в тех же зданиях, их полностью контроль. Ну, у нас есть свои здания, но там приходит поддержка и то, что они рекомендовали нам. Ну, там тоже специалисты были со знанием теплотехники и все. Ну, у них опыт эксплуатации. У них не только опыт строительства, у них опыт эксплуатации там. Они большие с мизитом на самом деле, но лучшие бани страны считаются, вот без преувеличения. Они там большие спецы вообще. Сейчас мы дойдем до бани, тут, правда, нельзя снимать. Ну, мы так, это, так скажем, с нижней части под верхним полом. Уже людей не снимать. Да, посмотрим объемы, потому что говорить можно много, но когда видишь масштаб, то есть это тоже такое удивительное явление. Сейчас мы находимся в парильном помещении, но вы курировали полосу. Да, и проект, и от проекта до строительства, и доходовую эксплуатацию. Участвовали, чтобы в запуске самой бани полосу, от проекта до запуска, до первого бана. Ну, было тестирование, всех своих собрали, протестировали, все, мы две-вечи дали. Конечно, о внутренних частях мы сейчас не расскажем, то есть это проект, так скажем, я думаю, что закрытый, а именно внутреннюю часть его тактима выглядит. Ну, все, в общем, с мягким паром всех. Баня Сандуны, видимо, как и в Москве Сандуны, то есть в Екатеринбурге, ничем не хуже, а даже, ну, не знаю, лучше или, ну, не уступает ничем качествам. Посмотрели, сняли, показали саму конструкцию, но внутрь, конечно, это уже, наверное, вотчина ребят, то есть Александр и Виктор. Могут подобные печи выполнять. То есть я думаю, что если у кого-то будет интерес и кто-то увидит, да, наши кадры, могут свободно обратиться. Если не найдут ребят, то к нам мы сведем. Что еще можно сказать? Да, давайте всех с легким паром. Спасибо за компанию. Да. С легким паром. Бум. Ладно. Все, всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!